Рад приветствовать вас на телеканале «Импак». Спасибо, что вы с нами на «Влиянии». Это программа «Влияния». Я не один сегодня. Сегодня Дмитрий Дмитриевич Шатров, старший пастырь церкви. Прямо из Санкт-Петербурга, из России. Прямо из Далласа. С третьим Далласа был. А, ну ты и скажешь. Да, в принципе, прямо из Петербурга. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Дмитрий Дмитриевич, я сразу с корабля и на бал. Позавчера, буквально в этом эфире, я озвучивал вопрос наших зрителей. Один из. Это, кстати, когда Дмитрий Дмитриевич снова появится в эфире. Так я его написал, наверное, этот вопрос. Не от меня было? Нет. Это где-то из Покена, это штат Вашингтон, насколько я помню. Понятно. Поэтому с некоторых пор Дмитрий Дмитриевич не в эфире. Я только сегодня узнал, что мы не в эфире. Ну, видно у нас с тобой отсутствие общения. Да, вот это надо исправить как-то. Надо исправить, да. То есть ты, так сказать, готов к тому, чтобы возвратиться. У вас есть свои программы. Я и не уходил. Я так думал. Говорит, я не уходил, меня ушли. Вот, вот и ответ. Дмитрий Дмитриевич, welcome back. Welcome back. Thanks a lot. Спасибо большое. То есть три дня в Далласе это была конференция служения Кеннет Копланда. Да, я часто, каждый год прилетаю на конференцию Кеннет Копланда. Он очень благословлен, очень мощное, хорошее слово, всегда вдохновляющее. Прилетают служители со всего мира, так сказать. И это очень благословенное для меня время. То есть прок есть в этом? Для меня точно. Ну, последний урок, который ты взял оттуда, что именно? Стоять в вере, ходить в вере. И для нас, особенно для служителей, происходит такой момент иногда, что мы знаем, как служить Богу. Мы знаем, как молиться, мы знаем, как проповедовать, мы знаем. И это играет нам очень плохую службу. Потому что, помните, когда Давид, которого Бог призвал, сказал, что Давид избран вести войны Господа. И тем не менее, когда Господь сказал Давиду, что ты избран вести войны Господа, он знал, как воевать. Он умел уже, он уже имел опыт. И он спрашивал Господи, а идти мне сейчас на войну? А идти мне сейчас на войну? И Бог говорил, иди. А другой раз говорит, нет, не иди. Но подожди, когда пройдет ветер по верхушке деревьев. То есть мы уже так часто, имея опыт, не нуждаемся в Боге. Основное на этой конференции было лозунг. Это год, 2018 год, год Духа Святого и Огня. Очень важно, чтобы служители не превратили свое служение в то, что мы по инерции знаем, как делать. А чтобы наше служение было, на самом деле, от интимного, близкого отношения с Богом. А здорово. Когда мы имеем это близкое, интимное отношение с Богом, и в нем ежедневно нуждаемся, и ищем этого присутствия Божьего, тогда вопрос об огорании не встает. Тогда вопрос о служении буквы. Да, мы говорим, вот, служение Ветхого Завета, служение буквы. Или это какие-нибудь, там, эти католики, или эти православные. Мы-то пятидесятники. Да мы эту же самую букву принесли в свое служение из Ветхого Завета или из каких-то других конфессий. Все рождается от того, что либо есть служение Духа, либо его нет. Либо его нет. А если его нет, это служение буквы, которое убивает. Хоть ты называйся пятидесятником, баптистом, неважно. Поэтому наша задача ходить в общении с Богом. И вот такого типа конференции для меня, и, в частности, это был одним из основных посылов этой конференции, где вот я столько что был, что служители должны поставить для себя приоритетом номер один. Хождение в отношениях с Богом. Иисус, будучи Сыном Божиим, Он нуждался в том, чтобы молиться. Он нуждался в том, чтобы ежедневно, я, говорит, открываю ухо, чтобы слышать Слово. Для служителей, если было важно Иисусу, Сыну Божьему, Он говорит, я слышу Отца Говорящим и говорю, вижу Отца Творящим и творю. То есть, Он первенец. И для нас, как тех, кто последовали Его, Он первенец из нас, из служителей, из детей Божьих. Если Христу это было важно, слышать голос Отца, то это тем более важно каждому из нас. Тогда вопрос, я говорю, об этом служении буквы или о выгорании, он не будет стоять, потому что... Опасность, я это называю, то, о чем ты говоришь, это профессиональное служение. Да, да. Профессиональное. Когда выходим из разряда духовности, близости, честности, и переходим в разряд профессиональности. Да. Это же моя профессия. Я знаю, как делать. Я знаю, как делать. Давид знал, как воевать. Но он нуждался, чтобы Господь ему сказал, идти ли я на войну сейчас или не идти. Если идти, то как идти? То есть, профессионализм нужен. Но также важно, чтобы была абсолютная потребность у меня в водительстве Духа Божьего, в водительстве Его. То есть, время, я так понял, не зря было потеряно? Нет, оно не было вообще потеряно, оно было найдено. Кто за ним стоит? За кем? Это под редакцией Дмитрия Шатрова. Друзья, вы видите на экране. Дмитрий Дмитриевич. Это, кстати, первая книга, вышедшая из-под пера. И вдохновенный рассказ о том, кто стоит за спиной человека, посвятившего свою жизнь служению Богу и людям. Автор книги «Старший пастыр церкви. Миссия благая весть». В преддверии своего 50-летнего юбилея рассказывает о полной яркими событиями жизни и подчеркивает, прежде всего, эти строки не о случившемся со мной, но о том, кто сделал все это в жизни простого человека. И тем более отчетливо видно участие сверхъестественного, так как слишком естественный я человек, хотя и чудно сотворен. Сотворен бы оригиналом, а не чьей-то копией, как, впрочем, и ты, дорогой читатель. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Я так понял, это программа не в смысле рекламы книги, потому что она не издана огромным тиражом, я так понимаю, но может быть востребована тогда, так сказать, это я к тому, потому что люди начнут, могут начать звонить, что хотят эту книгу. Не об этом у нас нету, друзья, вот это лично тобой подписанный. Юрия и Ине большой благодарны, искренней любовью, глубоким уважением, все, возможно, верующим. Вот это, спасибо, Дмитрий. А причина написания этой книги? Ну, вот вы уже так что прочитали на обратной страничке, и это закрыто в названии книги, кто за ним стоит. Название очень интересно, что мне звонил один человек накануне Нового года, 31 декабря, и я смотрю на телефоне мобильном, чей номер, кто звонит, и думаю, что ему от меня надо? Это бандюган, который мне попил кровушки за последних лет 10, столько, что... Это в России был? В России, конечно. Бандюган, который столько мне попил крови, думаю, ну что ему от меня еще надо, 31 декабря? Потому что в это время обычно звонят, чтобы поздравить, поблагодарить за прошедшее сотрудничество, пожелать хорошего. Думаю, что мне может пожелать хорошего этот человек? А он позвонил, чтобы извиниться за все, что он сделал. Он был одним из руководителей большой банды, которая мне вредила церкви, мне лично. Хотел сообщить, что больше он в этой банде не состоит, что ему с трудом, но удалось двум заместителям этого главаря удалось выйти из банды, и он говорит, что больше мы в ней не состоим, и я прошу прощения за все, что мы сделали. Хочу перейти в Новый год со свободным сердцем. Я был очень удивлен такому повороту разговора, и говорю, да, ну, приятно слышать, конечно, я на тебя не обижался, говорю, все, ты прощен, и слава богу, что это я мог озвучить. Он говорит, ну, вот уже я из этой банды вышел, пожалуйста, скажи. У нас у всех всегда был один вопрос. Что бы мы против тебя не делали, какие бы мы взятки не платили, сколько бы мы не договаривались с какими-то чиновниками, чтобы против тебя у нас состоялось определенное действие, у нас в последний момент всегда все разваливалось. И у нас был всегда один вопрос. Кто за ним стоит? Почему у нас всегда все разваливается? Это не раз и не два. Это на протяжении многих лет. Что бы мы ни делали, у нас всегда все развалилось. Кто за тобой стоит? Ну, мне совершенно очевидно, что за мной стоит Господь. И эта книжка просто, не книжка, эта книга с историями, которые сам ты не можешь придумать. То, что случилось в моей жизни, это явная рука Господа. Когда сейчас кто-то думает, наверное, в меру собственной испорченности, зная об определенных успехах нашего служения, что, ну, там, наверное, Шатров гордый человек, ему, там, наверное, есть чем гордиться, у меня, скажу честно, даже нету искушения гордиться, потому что через то, через что я прошел, и видя то, как избавлял меня Господь, я понимаю, что любой успех, который есть в моей жизни, который можно назвать успехом, он, это успех, благодать. А Павел говорит, я больше всех вас потрудился, не я, впрочем, а благодать, которая со мной. Вот то, что случилось в моей жизни, это только благодать. Это только благодаря участию, сверхъестественному участию Божьему. Поэтому воздаю ему славу, и задача написания книги такая, чтобы людей вдохновить, что сегодня мы, читая Библию, можем видеть чудеса не только на страницах этой священной книги, но можем, веря в то, что написано в Библии, видеть на страницах собственной жизни такие же самые чудеса. Ибо Иисус сказал, то, что я сделал, вы сделаете, и больше этого сделаете. И то, что делает Бог своей благодатью сегодня в нашей жизни, в жизни тех, кто верит. Ну, простой пример. Иисус говорит апостолу Петру, иди по воде. Мог ли человек идти по воде? Нет, очевидно. Но Петр и не шел по воде. Петр шел по слову Иисуса, иди. Вот, и Петр встал, я верю, не на воду, он встал на слово. Да. Человек, который читает священное писание и получает для себя определенное слово, к чему его призывает Бог. И он вдруг верит в то, что Бог его призывал к этому действию в жизни, и он начинает идти по этому слову, то он как будто, как Петр идет по воде. Да, случаются бури, мы можем отвлекаться на эти ветры и сомневаться, и начинать тонуть. Но Иисус рядом, он помогает, он поднимает снова и говорит, давай, иди дальше. Конечно, кто был в лодке, говорили, наверное, Петру, что ты ненормальный, куда ты идешь. Хотя и в этой лодке тоже было не так уж много уверенности, что она выдержит. Но Петр пошел не по воде, он шел по слову. Поэтому сегодня то, что в моей жизни произошло, это на основании Слова Божьего, на основании доверия этому слову, и чудеса, которые там описываются, это, конечно, ну, ты знаешь, я выделил в твоей красивой речи, я выделил такую мысль, о том, что ты Богу кредиты отдаешь. Практически все кредиты ты не приписываешь себе. Ничего. И до тех пор, до каких мы это делаем, с нами все нормально. Потому что, как только мы чуть-чуть начинаем принадлежащее Богу, мы начинаем в свой карман, в свой кошелек складывать, а оно присуще нам. Ух, как оно присуще, Дмитрий Дмитриевич, как оно присуще. Попробуй, попробуй, например, я уже в служении, ну, слава Богу, 30 лет. В полном служении я 30 лет. И на заре становления своего служения я был таким, прошу прощения, таким, наверное, через этот недух все молодые начинающие служителя прошли таким харизматическим петушком. То есть, это не в обиду будет сказано вам, начинающие, но я харизматом никогда не был. Ни харизматиком, ни математиком, ни геометриком я не был. То есть, у меня не было в служении там ни танцев, ни рыкань, ни гыкань, то есть, этого не было. Было здравое учение, но впервые в Америке в нашей церкви появилась группа прославления. Впервые в славянской среде группа прославления она именно возникла в Сиатле. Все остальные церкви только хорапили. Сейчас во всех практически без исключениях крайне традиционных пятидесятнических и крайне традиционных баптистских везде есть группа прославления. В то же время, в то же время, такое явление как группа прославления она ассоциировалась как такое новое поколение, новое поколение. и это про петушка. Так вот, так вот, и когда возникал некий успех в служении, попробуй на то время ты мне скажи, слушай, Юрий, это же не ты, это не твоя команда, это Господь. Сразу расправлялись плечи, осанка появлялась. Да, понятно, что Господь, но кто в доме хозяин, то. Поэтому, но с годами приходит осмысливание, что если Господь светильник сдвигает с места, это конкретно все, то есть там уже успеха быть не может. Брат Юрий, я Господь в этом плане сохранил по милости Божией, потому что меня пинали все, кому не лень. А ленивых тогда не было. И пинали меня все. Начиная от милиции, даже, наверное, начиная от бандитов, от всех, кому я проповедовал в Евангелии, то есть от наркоманы, проститутки, бывшие ветераны Афганской войны, которые меня хотели убить и так далее, там милиция, только ленивый за тобой не гонялся. А ленивых не было, поэтому гонялись все. И пинали все. Свои братья в церкви говорили, что Димка просто свои амбиции удовлетворяет. Те, которые меня воспитывали с детства и учили, что нужно нести Евангелие, когда эта возможность пришла, то Бог меня к этому сподвиг. То есть мне в этом смысле повезло, если можно выразиться, что Господь меня сохранил от того, чтобы я приписался в что-то себе, потому что меня практически все пинали. А может Господь смирял тебя? Я и говорю про это. Поэтому у меня не было с первых дней, когда пошел на это служение, у меня не было искушения сказать, что какой я молодец. Ну смотри, когда пинают внешние, это нормально. Я говорю, что и внешние, и внутренние. А когда внутренние, здесь может возникнуть огромный вопросительный знак. Может со мной что-то не в порядке, если все считают меня, все нормально считают меня ненормальным. То есть может это со мной что-то не то? Или ты чувствовал и чувствуешь, что все-таки чем вызван мой вопрос? Тем, что ты приводишь здесь один из примеров, с которым поделился с тобой кто-то из твоих друзей, когда на необитаемый остров попал Робинзон Круза. И вот его обнаружили несколько времени спустя. Две церкви. И много строений он настроил, две церкви. Говорят, почему, говорит, ты же один здесь, почему не одна, а две церкви? Говорит, это правильно, а вторая неправильно, и во вторую я не хожу, я только в свою хожу. Знаешь, может быть, вот мы можем отнести себя к разряду, что все-таки все остальные правильные церкви, может, я не в той. И ты понял вопрос или нет? Если все пинают, это тоже ненормально, Дмитрий Дмитриевич. Почему? Потому что служение, апостол Павел говорит, я прославляю служение свое, то есть служением надо ценить ближнего. я должен ценить твоим служением, я должен дорожить, я должен усматривать в тебе не ниже себя, не выше себя, но соработника на Неве Божьей. Ну, выше, то нормально, но если я унижаю тебя, то есть, или у тебя есть ответ на этот вопрос? Ну, просто так получилось, что я был молодой, и все в той церкви, в которой я вырос, были старше меня. Среди команды молодежной люди были старше меня, служители, пасторы, все были старше, им казалось, что я просто реализую свои амбиции. Слава Богу, что были единомышленники, которые пошли со мной на улице и стали проповедовать Евангелие, поэтому была команда, которая пошла со мной, но чудеса, которые Господь стал с первых дней проявлять, с первых мгновений стал проявлять чудеса, которые там были, и они явно чудеса Божьи, то они, конечно, вдохновляли, поэтому, когда они говорили, что я не прав, повторюсь, милиция, власти, проститутки, наркоманы, свои братья из родной церкви, братья из баптистской церкви, православные, католики, все говорили, что я не прав, но если Иисус являет чудеса и знамения, причем явные, то, конечно, я мог, так скажем, быть успокоенным, утешенным в его присутствии. Дмитрий Дмитриевич, мы пойдем туда чуть глубже. Есть подраздел в твоей книге, называется «Ха-ха-ха». «Приложи толкование». Забыл, да? Ну, есть это. Наверное, это, если я правильно помню, «Ха-ха-ха» это про то, когда мне во время футбольного матча выбило челюсть. «Ха-ха-ха». Да? Да. Да, я уже давно не читал эту книгу уже полтора года. Ты сам хоть читал ее? Я ее писал, да, но я, конечно, помню в основном все истории, но просто можно назвать. Но это о том, это о том, да, конечно. Потрясающая история, когда я играл в футбол за свой завод, где я работал за институт и завод, и меня мячом выбивают челюсть, вот, и меня возят на скорой в больницу, а у меня должно было быть завтра, последний рабочий день, и я так ждал отпуска, я так хотел в отпуск, я вот изнемогал, я мечтал, мечтал, что вот все, завтра последний день работы, и я с командой молодежи, мы уезжаем в Карелию отдыхать на, там, две недели, это было такое вот, и вдруг меня выбивает челюсть, меня везут в больницу, делают рентгеновский снимок, у меня разбита, ну, сломана кость, мне описывают ситуацию, что надо будет сейчас делать операцию, мне поставят челюсть на место, выбьет зуб, вытащит зуб, вставят трубочку, здесь будет гипс, будут кормить месяц через трубочку, и вот мое будущее, вот такое вот у меня, вместо отпуска летнего, вот такая история ожидает, и я был очень, конечно, расстроен, но стал молиться Господу, врач ушел, я лежу, жду врача, спустил там ноги с кровати, долго лежать, стал молиться, сел на это, на это, в этой операционной, уже все, все, все инструменты готовы, врачи вышли, и я стал молиться, думал, что я в комнате один, а оказывается, там в соседней комнате была медсестра, когда начала смеяться, просто в голову начала ржать, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, как такое, ты молодой и молишься, я немножко сначала засмущался, потому что, я думал, я один, я молился Господу, в сердцах, изливая свое Господь, я вот, и когда пришел врач, начал делать, хотел делать уже операцию, он двигает мою челюсть, а она у меня уже не болит, он меня повел делать еще раз снимок, и два снимка рядом, один, где челюсть сломана, другой снимок, где челюсть не сломана, разница между снимками 20 минут, и вот, это ха-ха-ха, то, что она смеялась надо мной, как и многие другие, но Господь проявляет свое чудо, и смеется тот, кто смеется последний, я ушел с гордо поднятой головой, будучи гордым о своем Господе, потому что он, явно он вмешался, и он показал тем, кто надо мной смеялся, что он молодой и молится, а он вмешался и показал свое чудо. Дело в том, что я иду дальше, в Санкт-Петербурге есть немало церквей, то есть, наверное, там сотни-две нету, но, наверное, 10, 20, 30, 50, наверное, наберется, может быть, я говорю протестантских. Ваша церковь, находясь прямо на Невском, последнее из зданий, которые вы приобрели, находясь прямо на Невском проспекте, я не знаю, кто не знает Невский проспект, наверное, из наших зрителей на нашем постсоветском пространстве и на нашем континенте, славянской диаспоры здесь, каждый знает Невский проспект, то есть, десятки могут быть церквей или в Москве, или в Санкт-Петербурге, в других городах, но ваша церковь – это город на вершине горы. Как я говорил передней, только ленивый не слышал названия, благая весть, в вашей церкви, да? Каким образом? Каким образом? Ха-ха-ха. Да, вот каким образом ха-ха-ха, да? Ну, вот таким, потому что, когда мы… Я хочу вернуться к нашему началу разговора, к началу нашего разговора, когда мы говорили про поводу Петра. Петр пошел, и он мог… Пошел по воде, он пошел, не по воде, он пошел по Слову Божьему. И идя по Слову Божьему, он шел, для всех окружающих это было явное чудо, которое сегодня оставлено на страницах Евангелия. Когда мы идем по Слову Божьему, то нашу жизнь обязательно будут сопровождать чудеса и знамения. То, что я услышал от Господа призыв идти и благовествовать на Невский проспект и нести Евангелие, это сразу же стало сопровождаться чудесами и знамениями. Петр начал тонуть. Он пошел по Слову, но начал тонуть. Конечно, он мог потом, я так скажем, утрирую, но мог предъявить Иисусу претензию, что он намок, он промок. Он шел в халате, в этой робе, она теперь мокрая. Вот когда мы отворачиваем свой взор от Иисуса и смотрим не на Него, а на обстоятельства, то чудо начинает уменьшаться и он начинает тонуть. Когда мы снова поворачиваем свои глаза на Иисуса, то чудо восстанавливается и чудо снова-снова продолжает происходить. Вот когда я пошел по Слову проповедовать Ивангелия на Невский проспект еще в 89-м году, 90-й год, то чудеса происходили. Но также я, естественно, человек, как Петр, отворачивая взгляд от Иисуса, начинал смотреть на обстоятельства окружающие, которых было очень много, разных, разного характера. Я начинал тоже тонуть. И как человек снова говорил, Господи, спаси, Господи, спаси. И он говорит, зачем ты усомнился, тебе не надо было отводить взгляд от меня. Вот то, к чему мы пришли и сейчас, к чему мы идем дальше, возможно, тогда, когда мы смотрим на Иисуса. Я говорю сейчас не религиозные фразы, я говорю очень конкретные вещи. Потому что обстоятельства, когда бандиты, когда, повторяюсь, власти пытались делать какие-то неправильные вещи против нас, когда свои же братья, когда свои братья-пятидесятники или баптисты пишут разные письма не какую-то несуразицу, какую-то бредятину простить. Но я не слышал об этом. Слава Господу. Но через то, через то... Может, из-за того, что я Фейсбука не имею и на Ютюб не захожу. Мне легче. Это было до Фейсбука еще. Понял. Реже выходите на Фейсбуке и меньше будет болеть голова. Потому что Фейсбук превратился в помойную яму, к сожалению, по большому счету. Там, где один служитель на другого и идут междоусобные церковные войны. Поэтому о тебе мы ничего плохого не слышали, Дмитрий Дмитриевич. И до Фейсбука... Нет, это было до Фейсбука. И до Фейсбука были возможности сказать о другом. Конечно. И поэтому... Знаешь, когда человек занят... Прошу прощения, держи мысль. Когда человек занят служением, до Фейсбука... До Фейсбука мы пересеклись первый раз с тобой в 2002 или 2003 году в Санкт-Петербурге. Тогда, когда первый раз я с Тюкаевым на Ханухау к конференцию поехал в Санкт-Петербурге. Там мы как раз у Авроры в этой гостинице и остановились. Там мы и пересеклись. Так вот, до того времени я тебе плохого слова не слышал. Хотя хорошего мнения было относительно Петра... Почему мы его называли Петр Клементьевич? Хотя он Леонтьевич, по-моему, был. Клементьевич. А отца как звали? Леонтьевич. Его отец Дмитрий Леонтьевич. Да. Петр и мой отец Дмитрий были двоюродные братья. А, понял. А их отцы Клементьи и Леонтьи были родными. Понял, да-да. То есть я знал Шатрова с хорошей стороны. Поэтому знаешь, почему? Потому что знаешь, почему я о тебе плохого не слышал? Потому что эти руки были заняты благоугодными хорошими делами. И уши были заняты и глаза видели только хорошее и правильно. Если мы так были научены, меня не интересует по большому счету совершенно. А ты слышал, что тот сказал? А что тот сделал? А как тот поступил? Он не мой раб. По большому счету он не мой раб. Чтобы я должен... Он раб чужой. Поэтому если бы знаешь, по такому принципу мы жили и так поступали, ты знаешь, меньше бы было проблем, меньше бы было склоков, меньше бы было возни мышиной между братьями, между церквами, между группировками какими-то превратилось уже превратилось в ходячие анекдоты. До чего могут дойти служители? Да сохранит нас в этом Господь. Поэтому я приложил толкование к тому, что все говорили. Да не все говорили и не все слышали. Поэтому я тебя успокоил несколько, учешил тебя, что не так все было плохо, как ты нарисовал, что все тебя били, что все тебя пинали, извини меня. Вы были за океаном, вы были за океаном. Ну, возможно. Поэтому вам было не доплюнуть. Дмитрий Дмитриевич, так, во-первых, я это озвучиваю впервые. Я озвучиваю впервые. Бог дал тебе на то время, в начале 90-х, 90-х. Бог дал тебе частоту, частоту на свое телевидение. Для несведомленного зрителя не знают, что такое частота. Но когда выделяется частота во второй или первой столице России, покрывающая большую территорию, это многого стоило. То есть это... Это было чудо. Это было очередное чудо. Это сегодня... Каждый претендует, я слышу, сейчас только ленивый не открывает интернет-каналы, только ленивый, лентяй. И слышим, что и тот первый именует себя, и тот, и второй, и третий. Я кому-то недавно говорил, к чему это бравада харизматическая. У меня самый первый один, у меня самый первый христиан. Да говорю, Ушатрова был самый первый. Я же владею информацией на телевизионном поле. Самый первый был Ушатрова. Он так не говорит, у меня самый первый. То есть я к чему? К тому чуду, что Бог сделал. Господь еще то чудо вам сделал. То есть и в этом было действительно, это было сверхъестественно. Это было все сверхъестественно. И то, что сейчас здание на Невском проспекте, это совершенно сверхъестественно. Даже еще сверхъестественно не только то, как мы его смогли приобрести, а то, что это здание, наш последний император российский, Николай II, строил для определенной цели. Колизей. Это здание Колизея, он строил для определенной цели. И мы только когда приобрели его, узнали его назначение. Его перво... Его первое... Оригинальное назначение было таковым, чтобы там построить экспозицию Голгофы. То, что царь слышал, по Европе ездят такие передвижные экспозиции. И когда их выставляют в какой-то там деревне, в городе, и приходит народ посмотреть, они как будто бы себя ощущают частью распинающей толпы, за которой умирал Христос. И люди, проходя через эту вот экспозицию, выходят возрожденными людьми. Люди рождались свыше, проходя через экспозицию Голгофы. И Николай II решил построить такое место для экспозиции Голгофы в Петербурге, не временное, а постоянное, чтобы народ, проходя через эту экспозицию, рождался свыше. Это было желание Николая II. Человек православный, но был глубоко, по-настоящему, глубоко верующий. То есть, это то, что сегодня делают в Вашингтон-Ди-Си, музей Библии, когда проходишь через это. Ноев, Ковчег сделали, то есть, что-то типа этого. Но это было сто лет назад. Да-да, это было сто лет назад. И это здание было построено для этого. Интересно. И когда мы приобрели, мы, в общем-то, были сами удивлены и этому чуду, что это не просто так, это не просто совпадение. Поэтому сейчас в этом здании рождаются люди свыше, благодаря служению, которое несет церковь. Это еще одно чудо. Поэтому не останавливаемся, хотим идти дальше. И сейчас задача для меня по-прежнему принимать слово от Иисуса, ходить с ним, чтобы наше служение не стало профессиональным. В смысле, мы хотим, чтобы оно было профессиональным. В изложении проповеди, в музыкальном служении, в организации. Но чтобы оно не запрофессионализировалось, чтобы оно было не заадминистрированным, а чтобы оно было живым в отношении с Богом. Потому что дети рождаются от интимных отношений. Мы хотим, чтобы Петербург был спасен, чтобы там были миллионы спасенных людей. И это рождается от отношений с Богом. Поэтому для меня принципиально... И вместе с тем, Дмитрий Дмитриевич, вместе с тем, я понял, для тебя принципиально основная цель и предназначение. Это самое основное. Но вместе с тем, стоит отметить, что со всеми нашими благими желаниями и со всеми и со всеми нашими теми проявлениями, что и кем, и чем является Новозаветная Церковь Иисуса Христа, здесь важен элемент того, присутствие элемента того, что все-таки мы должны демонстрировать правильного Иисуса Христа. Иисуса Христа, потому что вот это переплетение с, как мы говорим, и так прямо скажу, с Вавилоном или Церковью Блудницей, то есть это тоже очень тревожный момент. То, что мы видим не только в Америке, но видим также на постсоветском пространстве. То есть важно, сохраняя цель, не удариться на обочину или не начать поползновение с тем, чтобы искажалась истина Господня. Вот к чему я веду. То есть я знаю, что это я не к тому, чтобы что-то не то делаете, но я к тому, что очень важно вот эти моменты учитывать. Я говорил на днях с кем-то беседовал, с пастором Распатнюком, то ли может быть причина, что мне уже за 50 и я уже на многие вещи смотрю вот так более здраво, наверное, то, что я не мог бы себе... То есть, думаю, я бы с позиции и с высоты сегодняшнего духовного полета, ну, в кавычках, я бы, вот глядя на многие моменты, штрихи своего служения 20-летней, 30-летней давности, а я бы так не поступил, глядя на некоторые проявления сегодня и отклонения, а особенно из числа, мы уже с тобой два раза 50-ники. Ты здесь пишешь, что 50-летний в тебе период наступает уже, да? Ну, видишь, мы уже дважды 50-ники и по возрасту, и по духу, поэтому мы имеем некий опыт. Глядя на молодых начинающихся служителей, скажешь, а я бы так не поступил уже, а я бы это уже не делал. Господи, сохрани его от падения, потому что то, каким образом он делает эти шаги, или то, так сказать, какое направление, приведет к падению. То есть, ну, согласен ты со мной? Конечно, согласен, потому что Писание, что гордость предшествует падению. Да, да. Наша задача, но это отдельная большая тема, если будет время, я бы хотел над этим тоже поговорить и порассуждать, потому что, если бы люди знали, насколько ценно в глазах Божьих смирение, люди бы хотели, люди бы искали возможности, где можно смириться, прогнуться, унизиться, в хорошем смысле этого слова. Но люди хотят быть круче, выше, понты, важность, значимость, щеки надувают. Если бы люди понимали, насколько они лишают себя благодати, потому что Бог говорит, Бог гордым противится, а на смирение Он изливает благодать. и вот это вот то, что мы сегодня хотим быть какими-то там значимыми, да я хочу, чтобы сделалось дело Божие, а гордость предшествует падению. Я не хочу падения, я хочу успеха, а успех в спасении душ человеческих совершает благодать, а она приходит на смирение. Поэтому очень важно сегодня нам искать близости, интимных отношений тем, от кого можем беременеть Божьими делами, проектами, спасенными душами, то есть искать отношения с Господом, с Его Словом, как с Семенем, от которого происходит зачатие, и от которого рождается что-то великое Божье. Поэтому когда женщина говорит, Господь, я не знаю, Мария говорит, не знаю, как это будет, но да будет мне по слову Твоему. Часто мы как профессионалы взвешиваем, понимаем, думаем, и нет места зачатию. А Мария говорит, я не знаю, как это будет, я не понимаю, как это будет, но да будет мне по слову Твоему, и зачатие произошло. Вот чтобы мы не понимаем, может быть, как это Бог будет делать, через кого, каким образом, но просто в смирении, ты призрел на смирение рабы своей, чтобы Господь мог, увидев смирение наших сердец, дать то слово, от которого происходит зачатие, и от которого происходит рождение чего-то великого. Поэтому, да, я согласен с вами, чтобы церковь не сползла ни на обочину, ни на какие компромиссы не пошла с миром, не став этой бавилонской блудницей, а чтобы церковь исполнила свое призвание, свое предназначение. Поэтому... Как ты, Дмитрий Дмитриевич, в своем служении каким образом ты выявляешь вот такие моменты, что являются плотским проявлением, или это действительно духовное, сверхъестественное проявление, то есть развлечение духов, оно должно присутствовать, иметь... А если говоря простым языком, очень простым, как ты отличаешь масло от маргарина, то есть заменитель от естественного, от правильного, от божественного? Вот в основном очень просто. Ну, к примеру. Вот очень просто. есть такие вот лакмасовые бумажки, которые его являют. Вы сейчас сказали в отношении, чтобы явить, показывать настоящего Христа. Вот настоящего Христа. Первая глава к евреям, первые стихи говорится, что Иисус был точным отпечатком сущности Отца. Вот жизнь Иисуса на земле, она была таковой, как его сердце Отца. То есть Бога, Отца Небесного. И Иисус все, что он делал, оно было продиктовано сердцем Отца, которое наполнено любовью. Все, что мы делаем за рамками любви, это грех. Говорит, а вот секс, секс без любви грех или нет? Без любви все грех. Да. Даже, извините меня, в браке, простите. Прежде всего должна быть любовь. Потому что все то, что не по любви, то, что не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. Отец вот из корня, то, что не он насадил, искоренится. То, что Отец, мы, как плод творения, вся Вселенная, человек, венец творения, мы из Бога и зашли. Бог есть любовь. Поэтому то, что вне любви, то, что без любви, это все уже маргарин. Это первое. То есть я отличаю, чувствую, если то, что человек делает, он может ошибаться, но если его мотивы поведения были продиктованы любовью, это одно. Следующий момент, это вопрос гордости и смирения. Дьявол не был создан быть дьяволом. Он отвечал за поклонение на небесах. Люцифер. Почему он стал дьяволом? Деница, сын Зари, он был. Его имя было. Почему он стал дьяволом? Осеняющий херувим. Почему он из этого осеняющего херувима стал сатаной, дьяволом? Потому что он хотел занять место Бога. Нашлась гордость в сердце его. Сейчас я хочу одну мысль тянуть. Он хотел стать выше самого Бога. А Бог есть любовь. Нет ничего выше любви. Поэтому я начал сначала с любви. Первое, самое главное, то, что я отличаю масло от маргарина, это движимо ли было любовью это поведение, этот поступок или нет. Второе, это гордость. Потому что он захотел стать выше любви, выше Бога. Этого невозможно. Нашлась в сердце гордость и поэтому был низвержен с неба на землю. Когда люди делают что-то при возношении, делают, и это, знаете, ты можешь красиво улыбаться, но запах этот, простите меня, вонь гордости, она чувствуется. Человек, который делает то, что он делает с превозношением, а это уже не по любви, этот запах я чувствую. Можно иметь духовные дары. Павел говорит, да ты имей, хоть говори человеческими и английскими языками, ты имеешь веру, которая может горы переставлять, ты имеешь дары, но если в том, что ты делаешь не от любви, как это? Человек говорит, у меня дары Духа Святого, я пророчествую, я могу исцелять, я могу делать то, я вас не знал, отойдите от меня, как? Я же твоим именем исцелял. Ты не имел любви, и ты своими дарами, которые я тебе дал, превозносился. Поэтому, если люди делают какие-то сверхъестественные вещи, или они увлечены сверхъестественным в служении, о, у меня сверхъестественное, если это там присутствует гордость, этот запах я ничем не спутал. Ну вот смотри, ты не определишь... Вы слышали, да? Любовь и гордость, это для меня сразу показатели... Совершенно верно, я понял. Но ты же не выявишь и не обвинишь любого из ораторов, которого мы видим на сцене, видим проявление, ты же не обвинишь и не скажешь ему, потому что Бог в сердце видит. Ты не скажешь, у тебя нет любви. Он скажет, да я полон любви, я одного кормлю, второго, третьего, я там обеспечиваю пол населения земного шара или Украины, или России. То есть... Ты... Человек может кормить людей полонаселения Украины или России и при этом делать для того, чтобы сказать, я кормлю пол населения. Во-первых, я его обвинять не буду вообще, потому что это не мой бизнес. Это не мое дело. Он не твой раб. Это его дело. Но я повторюсь, как говорит Соломон, масти в руке не утаишь. Вот запах, он проявится. Даже ты держишь духи в ладони, в кулаке, оно проявится. Несомненно. Не мое дело говорить, знаете, у него нет любви. Вы знаете, он гордый. Это не мое дело. Но по плодам их узнаете их. И я просто для себя говорю, Господь, я хочу быть чувствительным. Я хочу быть чувствительным. Я не буду говорить, знаешь, он гордый. Я просто не буду с ним иметь... Общение. Избегать, может быть. Общение. Здрасте, здрасте. Я могу. Но какое-то совместное служение я не хочу, потому что я понимаю, чтобы тратить время с ним... Но я прошу у Бога чувствительности. И те, кто... Меня Бог, так скажем, хранит. Я встречаюсь и чувствую, человек имеет превозношение. Ну, пусть я с ним поздоровался, я с ним вместе помолился, я с ним вместе мог где-то участвовать в каком-то богослужении, но в совместный какой-то проект я не хочу входить. Хорошо. По ходу вопрос. Возвращаясь к моему вопросу, где плотские проявления, а где духовные проявления? Апостол Павел говорит, я, говорит, хотел бы говорить с вами как с духовными, но не плотские ли вы? То есть есть в служении проповедника, служителя, пастыря, есть настоящее духовное проявление, о чем апостол Павел говорит Коринфянам, я от самого Господа принял и вам передал. И ты видишь, видя служение его, слыша проповедь, может быть, ты видишь, что от Господа принял и передал. Оно как-то, оно принимается, то есть оно не является инородным. Но есть моменты, когда ты видишь, слушай, ну по плоти воюешь, оно инородное, оно даже народом-то не принимается, ты чувствуешь, что это не твое, оно где-то, или оно где-то скопировано. Знаете, что дары Божьи, они не приложены. Это дары Божьи. Я встречался очень много с людьми, которые реально имеют помазание и дары Духа Святого от Господа. Но это разные вещи. Плод Духа и дар Духа. Ну конечно. Дары Духа это то, что Господь дает, как дары, которыми он хочет служить телу Христову в церкви. Плод растет изнутри, а дары дается изнаружи, да. Господь дает человеку дары Духа Святого, а плод это то, что растет на почве нашего сердца, потому что мы все призваны возрастать в образ Иисуса Христа. И мы читаем, когда про плоды Духа, Галатам 5,22 и далее, это по сути черты характера Иисуса, его поведение. Это образ Иисуса. И человек может, имея дары Духа Святого, не желая возрастать в образ Иисуса в плодах, он может оперировать дарами, но при этом быть гордым, превозноситься, и это печально. Он может не любить людей, и это быть всем одном человеке. Он может врать. Он может проехать на такой телеге до времени, потом Господь все-таки опустит. Конечно, потому что Писание говорит, что гордость предшествует падению. И эти плодские вещи, а гордость это дела плоти. Пастор Дмитрий, как избежать вот этих трюков? Таких? Ну, таких церковных, таких, которые плоть так и желает проявить себя где-нибудь. Я называю это трюками. То есть, там нет, там нет, не то, что любви даже нет, там даже Бога нет. Вот эти трюки для того, чтобы выдать желаемое за действительное, вот что Бог со мной, это Бог во мне, Бог надо мной и подо мной. И вот эти трюки плотские, греховные, они лишние для служения. Как их избегать? Потому что, смотри, смотри, историю Америки ты, наверное, знаешь. Я понял вопрос, у меня есть ответ. Смотри, какая интересная Америка была в 50-х, 60-х годах. И благодать сильно действовала. Целый ряд движений, движения святости, духовные всякие движения, они мощные были и явные исцеления были. Орал Робертс, Билли Грейн приходили сотнями тысяч к Богу, реально. Вот то поколение, которое сейчас уходит, как мы говорим, из земли, это те, которые пришли к Богу в служении Билли Грейна. Так вот, вот смотри. Про трюки. Про трюки. Я держу мысль. И реальное было проявление в 60-х, в начале 70-х были реальные проявления чудес, сил Божьих, Слово Божие. Ударение делалось не столько на чудеса. Вот там рукой махнул, взмахнул, кивнул, пиджаком бросил. Там ударение делалось на покаяние. На влияние Слова. На измененную жизнь. На реформацию внутреннего мышления. Ударение. Затем, что получилось? Пришло процветание. Пришла теория процветания. Библейская. В этом нет ничего плохого. Это нормально. И она говорит, и дух, и душа, и тела. Да, сохранится. То есть, пусть преуспевают. Это нормально. Ты сейчас уходишь в другой немножко вопрос. Я хотел бы вернуться к... К трюкам. К трюкам. Я вот и смотри. И когда пришли подмены истинного чем-то плотским, пастыря, которые были исполнены Духа Святого, которые оперировали дарами духовными, началось уклонение в сторону процветания. Мани, 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 мани. И благодать Божия ушла. Как Самсон думал, что благодать на нем, а не знал написано, что сила Господня отступила. А я ж как пастырь, я мега черщ, я ж должен выходить перед народом. Народ привык видеть на мне помазание Духа Святого, а оно ушло. И я начал применять что? трюки для того, чтобы держать толпу, продолжать иметь успех, влияние, чтобы меня слушали. Я заменил благодать Божию и подменял ее такими, как я называю, трюками. А ну-ка, говори. Я хочу сейчас... Далеко пошел я? Ну, просто очень много взял. Понял. Всего нам не хватить сразу. Немножечко не про пастырей, про тех, которые что-то не то делают, про простого человека. Как не попасться на трюки? Вот Иисус молился одной молитвой. Отец, молю, чтобы ты не взял их из мира, а чтобы в мире сохранил от зла. Выражение Иисуса, чтобы ты в мире сохранил от зла, в оригинале означает следующее. Чтобы сохранил их от ненастоящего. от трюков? От штучного. Не естественного, штучного, пластмассового. Ну, есть пластмассовое, есть пластмассовое, а есть естественное, есть штучное, есть натуральное. То есть... Не понял про штучное, но есть вот слова Иисуса, говорят, сохрани их, не возьми их из мира, но в этом мире сохрани их от ненастоящего. То есть Иисус переживал о том, чтобы мы были... Говорят, в последнее время весь мир станет... Сейчас я прочитал интересную статью про рестораны быстрого питания. В Америке были сделаны закупки. Курица была только курицей в 20%, по-моему. Люди покупают курицу, но там курицы нет. Только в 20% была курица. Прошу прощения, может быть, в 40-20% могу ошибаться, но не суть. То есть гораздо в большее количество случаев там была ненастоящая курица. Хотя жуется, как курица. На вид похоже на курицу. И запах чуть-чуть. И запах от курицы, но... Курицы нет. Курицы нет. Ненастоящая. То есть весь мир становится тем, что рекламируют одно, а за названием, за рекламой, за этой вывеской находится другое. И вот Иисус молился, молю тебя, чтобы ты в этом мире моих, моих, сохрани от ненастоящего. И ответ в этом смысле, в том числе и для христиан, и прежде всего для христиан, когда они попадаются сегодня на эти трюки, один, будь сам настоящим. Человек, который хочет быть настоящим, не лукавым, потому что лукавые попадаются на лукавство. Человек, который искренне написан, что Бог хранит простодушных. Можно, конечно, обвинять одного пастора, другого служителя, он трюки придумал, тот не по-настоящему исцеляет, на том нет благодати. Стоп, стоп, стоп. Не надо говорить про них. Говори про себя. Что? А лукавый я или я искренний? Сколько раз в течение дня я одеваю маску? Сколько раз я выдаю себя не за того, кем я являюсь на самом деле? И от того, что ты это делаешь, одеваешь маску и ненастоящий, ты попадешься на ненастоящее. А я знаешь еще какой совет дал одному? Вот в тему разговора. Я совет, и это был совет от Духа Святого. Я дал совет, говорю, убегай, бери ноги в руки, убегай. Отчего? Забери семью свою, близкому человеку, забери свою семью, детей, и убегай с того места. Найди среду, где Дух Святой говорит, будет говорить тебе, где звучит настоящее Слово Божие. Убегай, говорю, от трюкача. Конкретно дал слово. И ты знаешь, послушал, уже прошло время, и благодарны мне за хороший совет. То есть, есть и такие моменты. Они есть, но от себя не уйдешь. Если ты сам лукавый, и пришел в другое место, то от себя никуда не уйдешь. Поэтому важно, не опять же, да, этот трюкач от него убежал, но если сам внутри лукавый, к тебе другое лукавство, потому что мы притягиваем к себе не то, что мы хотим, а то, чем сами являемся. Люди притягивают в жизнь не то, что они хотят. Я хочу иметь то, хочу иметь это. Люди притягивают в жизнь то, кем и чем они сами являются. Поэтому, чтобы не попасть, не притянуть в свою жизнь лукавство, будь сам настоящим. Когда люди вступают в брак, она из себя представляла кого-то, чего-то, кем не была. он из себя джентльмена строил, и две маски встретились. Прошел медовый месяц, а то даже и он не прошел, маски пришлось снять, а я-то думала, что он такой. А он говорит, а я думал, что она такая. Так просто будь настоящим. И тогда Бог написано, хранит простодушных. Я имею в виду, простодушный пишется в одно слово. Простодушный, а не просто душный. Душный, да. Бог хранит людей простых. Ты знаешь, насколько в нашей славянской среде мы должны говорить об этих вещах. Мы должны учить и учиться не быть лицемером. Не вырабатывать в себе вот этих составляющих, которые вот улыбка, но она настолько дежурная, она настолько неестественная. Быть естественным, с чего мы начинали эфир, и ты знаешь, настоящими быть, да. Я думаю, что такой человек никогда не прогорит. Конечно. Он говорит, ну, вот мне говорит, Юра, Юра говорит, ну, все лицемерят. Говорит, я должен и за церковь, и в церкви, говорит, я лицемерю. Я говорю, слушай, говорит, зачем? Зачем? Ты не будь таким. Я, говорит, не хочу быть белой вороной. Я говорю, Христос, Христос, это... И будь настоящим. Да, да, да. За тобой будет создать Господь. Понимаете, что Бог создал настоящее. Бог не сотворил подделку. Да. Бог сотворил... Вот ты хочешь быть подделкой или подделкой? Да. Я хочу быть я хочу быть божьей подделкой, то, что Бог сотворил. И если Бог сотворил меня быть Дмитрием, то он сам стоит своим авторитетом, своей творческой натурой. Он стоит за тем, что он сотворил. А если он сотворил Дмитрия Дмитрием, а Дмитрий пытается быть Васей, Бог говорит, я-то стою за Дмитрием, а ты стал Васей. И поэтому я не могу стоять за твоим лукавством. То есть ты решай, хочешь быть как все или чтобы за тобой Бог стоял? Несомненно. Дмитрий Дмитриевич, час пролетел, следующий эфир у нас с тобой снова будет. Друзья, не пропускайте. Снова Дмитрий Дмитриевич от Роснам, и кто за ним стоит. Мы частью вращаемся около написанного здесь, но тем не менее охватываем разные стороны нашего человеческого и с вами общежития. Поэтому, Дмитрий Дмитриевич, огромное спасибо. Следующая программа будет не менее интересна. Я хочу поднять такую тему на злобу дня. И она будет касаться и нашей жизнедеятельности как служителей, но и не только. Поэтому, спасибо. Еще про книгу. Если будет желание, я готов ее предоставить людям, чтобы они могли ее... Потому что там чудеса Божьи, которые реально вдохновят людей на повседневную... Мы сделаем анонсировку в следующей программе, где, возможно, мне говорят, что осталось 30 секунд, и мы идем из эфира. Если кто-то и пожелает, где сможет приобрести эту книгу. Дмитрий Дмитриевич, спасибо большое. Спасибо вам. Старший пастор церкви Благая Весть из Санкт-Петербурга, Россия. Помните, Иисус Христос любит вас. Будьте благословенны. Оставайтесь с нами на импакте. Иисус Христос Иисус Христос